его лови что такое новая колонка маршал стендмар 2 чё себе тогда пошли делать обзор пошли ну что ж всем привет сегодня нас на обзоре колонка маршал тяжелая кстати они очень тяжел короче вот такая вот колонка маршал стендмар 2 что интересно что эта колонка 80 ватт она выдает довольно неплохой звук за я хотел сказать за свои деньги но в целом да за свои деньги здесь есть три типа подключения это bluetooth aux или aux как его в россии нас называют и rca регулировки на передней панели у нас volume громкость бас низкие частоты и treble верхние частоты также кнопка паузы и play и такая вот кнопочка power и как как будто взводите курок все в стиле старый такой вот старой американской тематике до маршал все-таки это вот написано с 1962 год то есть они с 62 года работают и производят очень много концертного оборудования для гитаристов это известные усилители маршал джи м также джей ти м и очень много других разных моделей которые пользуются популярностью огромного количества гитаристов такие как джимми хендрикс джимми хендрикс эрик клэптон эрик клэптон джоба намаса посмотришь канал и сможет еще заквайлд да вначале тоже джеймс хэдфилд ну нет это минус это минус почему в начале 80 а еще очень самый главный то ангус янг ангус янг эси диси звук эси диси вот поэтому ну что примерно вы можете услышать от этой колонки какое звучание вот если вы включите эси диси и на этой колонке она будет звучать вот так как он должен звучать не ждите от него каких-то хай-энд великолепных там кристально чистых верхов или суббаса потому что это просто по размеру колонка не не выдает такие низа но она дает достаточный бас от там сколько от 50 от 49 герц она выдает вот достаточно чтобы услышать бас-гитару в рок-музыке вообще зашипись ну мы заметили некоторые особенности за несколько дней пользования также мы расскажем про ее дизайн как она выглядит как она встраивается в интерьер для разных квартир ну в том числе нашей и я расскажу про звук чуть более детально слушай мне кажется очень важно сказать что эта колонка не портативная да начнем с того что эта колонка подключается к сети и она не имеет аккумулятора то есть вы не возьмете с собой на пикник вот вам нужен такой провод возьмете на пикник то ищите там розетки это будет сложно сделать здесь идет фазоинвертор сзади выполнен специальной конструкции грубо говоря громковарителей при которых низкие частоты распространяются с задней части выходят задней части колонки из-за этого ее не рекомендуется располагать близко к стенке то есть если вы будете куда-то ставить лучше хотя бы чтобы было там 20 а лучше полметра где-то 20 сантиметров тире полметра от стены но слушай ведь ее лучше ставить на какие-то подставки да ну желательно вообще изолированные поверхности от пола чтобы не передавались вибрации там да ну мы заметили что у нас она лучше всего звучит именно на кухонном столе на котором мы готовим там вот рядом с великим супом нашим сегодняшним вот туда вот ставим идеально вообще звучит очень круто и советую при выборе акустики всегда экспериментировать с постановкой и расположением в квартире потому что очень сильно может меняться звук по полу полу положите вы колонку поставить на стол поставите ли вы на столик для телевизора положите ли ее там на пол и так далее и тому подобное вы можете экспериментировать из-за этого вот выбирать же я человек которому слон наступил на ухо или как-то медведь наступил на ухо минимальным просто знаниями звукорежиссуры что действительно достаточно большая разница конечно идет ну что я передаю тебе слово ты расскажи про дизайн что я хочу сказать мне дизайн запал с первых же просто секунд как только я увидела эту колонку но мы решили купить белую потому что она больше всего вписывается в наш деревянно белый dsp интерьер и я вам хочу сказать что выглядит она просто шикарно на самом деле это просто я не знаю какой-то ретро минимализм я не знаю что может быть еще лучше чем сделать меньше дизайна чем сделать его больше и перестараться максимально вот эти вот золотые надписи это ретро ретро логотип такой вот сделанный в золотом объемном объемной стилистике вот этот минимализм что колонка стеблыш что 1962 году она просто идеально и нельзя по размерам по соотношению шрифтов вписалась в данную композицию вот этот цвет просто золотой он просто идеально гармонирует с белым это не кожа это эко кожа но неважно просто золото она как бы идеально причем золото это не просто золото но знаете как вот в айфонах вот такое вот розовое золото вот она в таком больше ну да скорее тогда золото но я не сказал что ты прям розовое золото но что-то между ну да что-то между и в этом еще больше прикола потому что если бы он был такой чисто знаете вот золотой вот как вот знаете золото вот это было бы цыганщина реально нас так москве достаточно я вам хочу сказать что просто по стилистике по дизайну мне кажется она сделана просто идеально черная колонка наверно больше бы вписалась какой-то хай-тек стиль дата с какими-то более темным на более роковый стиль какой-нибудь да типа когда гранж у людей или когда ковры такие типа ля под винта что-то более да такое агрессивно роково настроены да вот эта черная колонка на прикольно посмотрел здесь как бы еще прикол в том что здесь не просто дизайнер промышленный он постарался в плане текстур фактур но еще и вот эти вот логотипы и все вот эти шрифты они просто идеально грамотно подобраны ну да 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 кстати с текстом жесткий минимализм еще здесь классная подсветка подсветка этих тумблеров и и можно в приложении да еще забыл сказать установите приложение к себе на телефон называется маршал там маршал bluetooth или что-то такое и в нем можно менять эквалайзером звучание да то есть там пяти пятиполосный эквалайзер и можете пожалуйста на ваш вкус устанавливать пресеты на рулевой свои я уже там уже на рулил то что мне как как мне нравится звук вот и классно можно менять яркость подсветки тумблеров вот она правда цвета не заменять но вот он только красный да ну хотя бы можно менять яркость но тем не менее вам прикольно что они сделали приложение да что в этом приложении можно менять подсветку вообще как бы зачем но они это сделали да ну спасибо ну что гор я наверно передаю тебе следующее слово про звук можно рассказать про звук я в принципе уже начал говорить по моему мнению в ней очень выигрышно звучит рок музыка такая блюз до неплохо звучит также какие-то рокобили в общем такие электрические гитары барабаны установки да вот все таки а акустика такая живая электронная музыка в принципе тоже неплохо мне очень понравилось как эльшир она не звучит прям голос очень такой ну он и сведен понятное дело на высшем уровне но и звучит тоже здесь неплохо но что я заметил что у нее прям идет резкий спад по высоким частотам где-то в районе там 6 7 килогерц ну где-то 7 скорее и выше вы уже практически ничего не услышите то что это значит что какие-то вот удары по джазе по какой нибудь там тарелочки по по райду когда барабанщик делает да или щеточка он там что-то почищает на своей тарелке грязный вы это никогда никогда ну не услышите на этой колонке потому что у нее просто вот все отрезано нафиг 7 с половиной килогерц и верхняя середина у нее довольно такая ядреная то есть если будет электрогитара она будет не просто вот электрогитара она будет как шмель в ухо жужжать но достаточно приятно но будет жужжать вот чтобы просто понимали ты хочешь сказать что колонка скорее не для каких-то мелких деталей в песне да вот это правда в мелкие детали не услышать никогда на ней вы на ней можете просто примерно понять вот как было как должна звучать песня вроде будут низкие частоты вроде будут высокие частоты вот но не будет вот такой вот хаен да хаен звучание вы от нее не ждите все-таки ценовой диапазон не не сильно до большой высокий как это объяснить но все-таки ценовой диапазон он не не располагает каем звучанию то есть за вот двадцать восемь тысяч которые мы купили и и конечно она сейчас уже подорожала раньше на счет дешевле стоило за эти деньги можно конечно что-то еще посмотреть но я не думаю что прям сильно что-то интереснее найдете да с bluetooth чтобы она была тоже красивая причем еще подключение было по три с половиной миллиметра и вну все вот эти функции грубо говоря там эквалайзер в приложении вывод такой что у нее принципе красивый дизайн неплохое звучание за ну даже свои деньги и я думаю что как бы просто визуал плюс визуально да как бы оформление плюс аудиальная в каком-то смысле ну вот тут совместилось что-то два в одном да про низкие частоты здесь как бы вот бас гитара она целом звучит довольно объемно довольно мягко вот но будь осторожны с низкими частотами потому что вот в этой колонке их чуть больше чем хотелось бы и даже выкручивая ручку баса на минимуме мне иногда в некоторых песнях многовато бас но это еще кстати очень сильно зависит от расположения колонки про что я уже говорил просто гордовая и включим и покажем нашим подписчикам хоть что-то как она работает вообще подключаем колонку к телефону подключаем ее в нашем bluetooth настройках назвали пеппе спикер ты включил нет она включается вот таким образом загорелись между прочим кастомизированное включение да там можно измениться с приложением можно выключить звук при включении но мы оставили пока влада ищик какую музыку включить я подключу свой телефон и скажу вам еще такую одну вещь при подключение одновременно двух устройств к этой колонке она начинает глючить если вы не отключили первое устройство и включили музыку со второго то музыка будет ужасно прерываться и вообще слушать будет невозможно вот это такой минус который я не знаю вообще как его куда его записать это ой это один из самых главных минусов этой колонки а давай попробуем так включить она же будет включить до орать теперь я не могу подключиться ну короче у нее есть реальный баг хотя производители заявляют что можно подключить два телефона одновременно вы их подключите одновременно но играть будет все через пень-колоду либо connection and successful будет либо у вас будет просто так а а Попробуй какую-нибудь электронную включить. Сейчас. Here we go. Слушай, ну сравнивая с твоими как бы мониторами, реально было ощущение, что вот здесь какие-то вот эти мелкие детали пропали. Ну да, ну как будто такая типа не пленка, но что-то такое вот накладывает на звук, и оно как будто покрывается какой-то, ну вот пеленой, да, такой небольшой. Ну в целом, я не знаю, если вы будете с чем-то сравнивать, наверное, вы услышите разницу. Если вы не будете с чем сравнивать, просто забьете и просто приняете все как есть, чего я сделать вообще никогда не могу, у меня не получается. Я всегда думаю, как лучше, как сделать так, чтобы вот это лучше было, лучше звучало. Вот, а если вы как Влада, и вам главное, чтобы она выглядела красиво, то берите ее и вообще не парьте, все, классно будет, клево. Вот, так что наш обзор плавно подошел к концу, мы рассказали все, что хотели. Да? Подожди, мы забыли показать коробку. Не все, знаете, что хотели. Подожди, давай покажу коробку. Теперь включаем колонку. Я хотела показать дизайн коробки. Вот, давайте про это поговорим. Мне кажется, это достойно внимания. Мое уважение. Максимально классический дизайн, который только могли себе представить производители данной колонки. Что там? А ничего. Нет, колонка, коробка как коробка, ничего в ней особенного нет. Я вообще не... Ну, надо просто показать, как она выглядит. Ты любитель коробки. А что они там внутри нам положили еще? Внутри там клали инструкцию и сервисную книжку, ну, типа гарантия. Такие вот картонные коробки, в которых эта колонка лежала. Ну, чтобы с ней ничего не случилось. Да, ну и там и сиркогиль, который бабушка добавляет в суши. Ну, что ж. Спасибо, что посмотрели наше видео. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Пишите, на каких колонках слушаете звук, слушаете музыку вы. И важен ли вам дизайн колонки. И мы с вами не прощаемся. До новых встреч. Смотрите нас в следующих видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok